МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрая газета для всех. В Дагестане началась массовая подписка на газету Ас-Салам. Вредителям здесь не место. Россельхознадзор в этом году установил в Дагестане более 7 тысяч ловушек. Дагестан без вредных привычек. Республика заняла первое место в рейтинге по здоровому образу жизни. Отставка мэра Махачкалы, о которой так много писали в дагестанском сегменте соцсетей, в последние несколько дней состоялась. На очередной сессии депутатов городского собрания Салман Дадаев объявил о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. При этом Дадаеву пришлось настоять на рассмотрение вопроса о собственной отставке. Депутаты проголосовали за только со второго раза. В своем выступлении бывший гранадачальник попросил собравшихся дать возможность поработать и всячески помогать новому руководству города. Он извинился перед махачкалинцами за то, что не все успел, но в то же время, по словам экс-мэра, его команде за неполные 4 года многое удалось. Впервые у нас пешеходно-ориентированные пространства начали появляться. Впервые мы начали сочетать компиляцию, как для нескольких программ в одном проекте. У нас много таких. Мы наконец-таки внедрили пилот по детскому питанию. Все, что говорили, говорили, мы это все начали делать. Впервые, впервые, впервые. И еще много у махачков таких вопросов будет. Но, не для кого-нибудь секрет, у нас разные взгляды с руководством республики на развитие города. И в данной ситуации дорожание создать не важно. И есть очень много мер поддержки, которые руководство республики и посредством бюджета республики и включение в федеральные программы может оказать содействие в развитии города. Временно исполняющим обязанности главы столицы Дагестана назначен Резван Газимагомедов, которого до этого утвердили на должности одного из заместителей мэра Махачкалы. Резвану Газимагомедову 61 год. Он уроженец села Арчо Ахфахского района. До недавнего времени занимал должность вице-премьера Дагестана. Ранее возглавлял горсобрание депутатов Махачкалы, Министерство промышленности республики, а также работал советником министра России по делам Северного Кавказа. А еще накануне до своей отставки Дадаев встретился с представителями общественного движения «Город наш». Открывая встречу, он подчеркнул, что представители движения – это люди, любящие свой город, переживающие за него, прилагающие массу усилий для защиты его интересов и добивающиеся успеха в своей деятельности. Приятные моменты бывали, даже после той же самой улицы Кархмасова, когда и Бахтиар, и другие коллеги сказали, оказывается, так можно взять и улицу отдать горожанам. Взять и услышать горожан, и сделать так, как горожане говорят. Потому что город и есть горожане. Это не мой лозунг, это Сергея Семеновича лозунг. Город удобный для жизни, город для горожан. Он так и должен быть, потому что мы выросли в таком городе, а потом у нас его забрали. А почему мы его не можем обратно вернуть? Можем. В этом нет ничего невозможного. У меня чуть-чуть получилось это сделать. Москва тоже не сразу строилась. Потихонечку, потихонечку. В ходе беседы не раз звучали слова благодарности в адрес Дадаева за его работу по возвращению в оборот муниципалитета «Земель», за защиту Ильтавского леса и увеличение зеленых насаждений, за новые дороги и качественные тротуары. Почти каждый выступающий отметил и оперативную обратную связь с главой города, которой не было прежде. В завершение Дадаев передал активистам движения красную папку с перечнем участков, которые администрация отсудила у незаконных владельцев. Сейчас закончилась встреча у нас с Салманом Кореевичем, уходящим мэром. Он нам, активистам «Город наш», передал очень важную, грандиозную папку. Здесь перечень всех участков, которые администрация смогла отсудить у незаконных владельцев. И это наследие, которое мы будем хранить и беречь. И мы будем отслеживать судьбу каждого из этих участков, чтобы не получилось так, что эти участки опять ушли от гаража. Спасибо большое за наследие. И к другим темам. В Дагестане началась массовая подписка на газету «Ас-Салам». Жители республики принимают в ней активное участие. «Добрая газета», как называют ее в народе, выходит как на русском, так и на национальных языках. На полосах издания редакция газеты публикует материалы религиозного и светского характера, которые затрагивают темы, интересные для широкого круга читателей. Во-первых, достоверность информации – раз. Во-вторых, актуальность информации – два. В-третьих, познавательность – три. И я бы еще добавил, это разнообразие живых именно статей, которые наши интерьеры рассказывают про свою жизнь, рассказывают свою историю жизни. Как правило, это рубрика, в частности, «Человек труда», где люди рассказывают свой жизненный путь и тем самым дают назидание молодежи на то, как они достигли таких человеческих высот и профессиональных. Вот очень важно, что бумажный носитель газеты «Ассалам», он присутствовал у каждого. И еще я хотел бы добавить, чтобы именно эту газету, те люди, которые подписались, чтобы они ее несли домой, чтобы эта газета была дома. Потому что наши домочадцы, именно для них будет больше пользы читать газету именно, чем получать информацию, может быть, от каких-то фейков с электронных СМИ. Поэтому вот мое пожелание, чтобы газету именно домой неслить. Частичная мобилизация в России – лишние доказательства тому, как много в стране мужественных, любящих свою родину, мужчин, тех, кто готов, не задумываясь, встать на ее защиту. Слова поддержки в адрес участников специальной военной операции приходят со всех уголков России. В Махачкале прошло мероприятие с участием инициативной молодежи и меценатов Шамильского района, которые готовы помочь семьям погибших участников СВО. Подробности встречи в сюжете Карима Гамаева. Преодолевать трудности вместе. С такой идеей решили собраться уроженцы Шамильского района республики. Инициативной молодежи и меценатами было организовано мероприятие в поддержку семей погибших и участников специальной военной операции. В прошлом году, уже ближе к концу пандемии, мы организовали эту встречу с погибшими, с семьями погибших и непосредственно те, кто были в красной зоне во время коронавирусной инфекции. И после этого сейчас уже у нас возникла такая идея организовать встречу с семьями погибших при исполнении специальной военной операции на Украине. И совместно со всеми кураторами сел, мы решили организовать, совместно с имамом района решили организовать эту встречу. Заодно сюда пригласили и тех, кто сейчас на данный момент находится в отпуску, на лечении, их тоже пригласили, они тоже здесь. И всех семей всех, кто погибли непосредственно в этой специальной операции, выхватили в Шамильский район. Она организована, чтобы эти семьи, эти дети, которые остались без отца, чтобы их как бы не оставить на стороне, мы решили как-то какое-то внимание оказать им. Ну, в чем мы в силах, хотя бы вниманием, хотя бы им небольшие сувениры мы подготовили, решили хоть этим их как-то поддержать. Не остались в стороне и меценаты, готовые оказать всю возможную поддержку для семей участников СВО, а также для самих военнослужащих, нуждающихся в лечении или реабилитации после полученных ранений. Конечно, на самом деле, они где находятся, они там, нас ощущают постоянно в битве. А когда там, например, где-то услышат или ролик какой-то увидят, то, что родители, близких поддерживают, то, что без внимания не оставляют, это мотивация все равно в любом случае будет, как сказать. Если просто относиться будут, как, как будто их нет, не существует. Обидно будет, конечно, у них и боевой дух, и все остальное, она не будет такой. А когда-то поддержка есть, им, как сказать, приятно будет, они рады будут, они знают за все. И они понимают, что вообще ковел они защищают. Интерес повелится. До всей республики мы принимаем участников СВО, получившим ранения. Они получают помощь, в том числе селения Асаб с нашего района, тоже у нас с Пугетиной Магомед. Мы проводим лечение, получаем. Даже в Чечне обращались люди. Буквально вот вчера был участник Алиев Муслим с Кунипского района. Уже более 20 человек уже получили, именно членов СВО. У нас все необходимое медицинскую, реабилитационную, консультативно-диагностическую помощь. Выразить слова благодарности и поддержки всем участникам СВО и их родным пришли и представители Муфтията республики. Мы понимаем, сегодня период тяжелых испытаний, потрясений. Очень сложные времена выпали на страну, на нашу республику. Это просто слова для остальных людей, но это настоящее состояние. По-настоящему это понимают только те, которые сегодня здесь присутствуют. Для вас это не просто слова, это мы очень прекрасно понимаем. В завершении мероприятия был показан трогательный ролик со всеми погибшими уроженцами района, которые до конца выполняли свой воинский долг, отстаивая интересы Родины. Также всем приглашенным организаторы вручили подарки. Карим Гамаев, Магомед Магомедов, новость ННТ Махачкала. Ростельхозназор в этом году установил в Дагестане более 7 тысяч ловушек. Специалисты ведомства ежегодно проводят обследование территории с целью установления карантинного фитосанитарного состояния, своевременного выявления, локализации и ликвидации очагов карантинных организмов. Так было обследовано более 300 тысяч гектаров земель практически во всех районах равнинной и предгорной зоны, а также во всех городах республики. В случаях выявления вредных организмов по морфологическим признакам, схожих с карантинным объектом, образцы направлялись для исследования в лаборатории ФГБУ в НИГР. Так, для детальных исследований было предоставлено более 3 тысяч образцов, из которых в более 400 случаях в ранее выявленных очагах подтверждено наличие карантинных вредных организмов. Новых очагов карантинных объектов на территории Республики Дагестан не зарегистрировано. Дагестан занял первое место рейтинга по здоровому образу жизни. Республика набрала более 98 баллов, на втором месте Чечня – почти 95 баллов, а третье место досталось Кабардино-Балкария с 86 баллами. Отметим, что наш регион стал лидером рейтинга по всем 8 показателям. Это и употребление алкоголя, и табачных изделий, условия труда, занятия спортом и не только. По итогу, дагестанцы меньше всех пьют и курят, и больше ведут здоровый образ жизни. И о спорте. 7 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых. С таким багажом медалей с чемпионата России вернулись дагестанские парад-эквондисты. Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в Воронеже. Триумфаторов в аэропорту Махачкалы встречали их родные и друзья. В своих классах отличились Саляц Хабрамазанов, Тимур Байтимиров, Евгений Ольференко, Марат Саитов, Марат Алиев, Дауд Махмудов и Курбан Якубов. По итогам выступления в Воронеже сборная Дагестана завоевала первое общекомандное место. Ребята готовились хорошо в ЦОПе. Были условия предоставлены для команды. Отработали личные тренеры, отработали ребята. Даже есть несколько ребят, которые остались без медали. Но они наши, так сказать, чемпионы, что они уже занимаются этим спортом. Так как тейквондо – это единственный вид спорта, где инвалиды соревнуются, так сказать, в ударных соревнованиях. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин